друзья всех приветствую на торговой сессии пятницы мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов впереди выходные обязательно проведите их максимально хорошо следующая неделя это снова интенсивные торги продолжение тех трендов и тенденций с которыми мы работаем заработаем еще больше друзья но главное на рынок вы должны приходить с энтузиазмом жду вас с хорошим настроением ну а сегодня давайте вкратце поговорим о том что интересного было в ходе вчерашней торговой сессии напомню что день был низко ликвидный из-за дня благодарения в штатах можно сказать что до понедельника торги будут вялыми но вместе с тем же хочу также напомнить что вялость торгов и низкая ликвидность торговых сессий условиях того фона с которым мы работаем это и потенциальные риски потому что к серьезным последствиям в плане волатильности могут привести даже самые незначительные новости которые касаются финансовой индустрии что касается наших традиционных идей прежде всего это конечно же идея которая предполагает слабость американского доллара индекс доллара 91 90 друзья мы все ниже я уже не комментирую ситуацию с подтекстом того находитесь ли вы в коротких позициях или нет я надеюсь то что за последние месяцы мне удалось вас убедить все-таки шортить этот инструмент и я использовал для этого все от рыночных настроений до каких-то системных показателей в том числе и балансовых федеральной резервной системы которая как вы помните очень активно стала вмешиваться в проблематику американской экономики из-за ковида через беспрецедентные экономические стимулы в результате чего баланс фрс вырос вдвое и ранее на одном из прошлых брифингов я комментировал что при текущих темпах и амбициозных планах регуляторов и центральных банков бороться все-таки с ковидной темой балансы могут увеличиться еще в разы по поводу американской валюты индекса доллара ближайшая цель это уровень поддержки которым мы должны сломать это значение 91 70 но при том как бодро чувствовать себя продавцы я думаю что мы этот уровень друзья продали жду вас обязательно в сделках потому что ваших торговых объемов может быть и не хватает чтобы навалиться как следует на этот уровень и оставить его позади если какие-то мощные катализаторы для дальнейшего движения доллара конечно же они есть мы их ждем все таки окончательной развязки темы с выборами а после голосования коллеги выборщиков 14 декабря мы ждем что после этого конгресс примет меры экономической поддержки мы ждем работу блестящего на мой взгляд я говорю как бы авансов очна тандема между джанет елен и собственно нынешним руководителем федрезерва джеромом паулом которые вместе исходя из такой активный лобби идея еще большего стимулирования американской экономики могут залить ее деньгами конечно же у этого будут негативные последствия безусловно но об этих последствиях друзья мы будем говорить не сейчас наверное в лучшем случае под закат уже двадцать первого года я не оговорился но на тех деньгах которые придут мировую экономику в экономику сша сейчас мы сможем еще неплохо прокатиться на более глубоком тренде на в плане снижения по американской валюте и растущем тренде американского фондового рынка европейская валюта против доллара вот на этот инструмент мы сейчас следим активно потому что вот-вот доберемся до цели 1 20 11 19 23 это сейчас на котировки 10 декабря уже через две недели состоится заседание европейского центрального банка вчера вышли протоколы последнего заседания цб на основании которых мы можем сказать что европейский регулятор же готов вмешаться в текущую ситуацию и увеличить программы действующие экономических стимулов считается что это будут программы экстренного кредитования и программы тлтро мне очень понравилась аналогия с двумя вот этими мерами стимулирования как с двумя вентилями а которая открутится 10 декабря в еврозону также будут вливать очень много денег в первый раз когда это произошло в начале после пандемии в начале 20 года европейская валюта оттолкнулась от донных минимальных значений и перешла к восходящему тренду в котором остаются и сейчас а уверен то что такая же на тенденция продолжится поэтому у нас скромные цели но сейчас они скромны когда мы уже находимся возле тех целевых ориентиров которыми изначально руководствовались отметка 1.20 но вот например джипи морган они считают что европейская валюта может улететь в район отметки 1.25 короче друзья ждем 10 декабря ждем решений цб по мерам экономической поддержки готовимся к еще большему урале будут ли эти стимулы конечно же будут еврозона сейчас находится в частичном локдауне как вы помните вчера ангела меккель сообщил о том что фактически частичные ограничения но германии действует можно даже сказать не частичные карантин а практически общенациональный карантин продлится до 20 декабря так по другим активам доллар канадец хорошо что мы вышли из этой валютной пары сейчас котировки 1.30 11 снижается нефти друзья и вот несколько часов назад прошло выступление главы банка канады мне очень не понравились его комментарии относительно сохраняющейся вероятности ввода отрицательных процентных ставок да были комментарии о том что они не такие уж и эффективны но все-таки зачем нужно было касаться этой темы может быть банка канада допускает что если обстановка экономического ухудшится тоже будет действовать так же как многие другие центральные банки дополнительно смягчая экономическую политику нам конечно же если бы находились мы сейчас в еще продажах пара доллар канадец такой сценарий был бы не самым удачным поэтому хорошо что мы заработали свое и пока смотрим со стороны австралии с против доллара но 73 73 все повыше друзья 074 это тест я думаю что ближайшие часы и там уж совсем будет рукой подать до цели 075 снп за которым мы следим я по-прежнему считаю что рост будет дальше активный но через коррекцию к отметке 3 300 3 400 не отказываюсь от своих слов хочу просто поднять настроение тем кто рассчитывает на продолжение ралли даже без коррекции ну или по крайней мере игнорирует возможность коррекционных откатов зная то что все равно перспективу американского фондового рынка это тотальный рост джипи морган друзья на 21 год рекомендует снп держать до отметки четыре с половиной тысячи пунктов потому что к этим уровнем приведут безумные денежные инъекции которые готовы уже власти сша сделать для экономики как вы помните я об этом друзья тоже много раз оговорил золото 1800 ставка лонг по-прежнему приоритете нефть 4773 дали мы коррекцию вчера по бренду и wti видели это коррекционное движение но я не заскакиваю сейчас в шарты по бренду может быть присмотрюсь к все-таки открытию сделки к непосредственно самому трейдингу только после того как к бренд окажется ниже 46 долларов за баррель до этих пор я разделяю позицию того что спекулятивный капитал может все-таки дотащить еще бренда 50 и уже оттуда развить нисходящую динамику друзья мне очень интересно ваше мнение относительно того что вы думаете будет с долларом дальше обязательно пишите в комментариях еще один вопрос вот голосование коллеги выборщиков которые мы ожидаем 14 декабря сомневаетесь ли вы что победу одержит байден может быть кто-то из вас считает что к власти придет трамп тоже пишите в комментариях на этом собственно все хорошего торговой сессии всем пока